Что стало с Владимиром Моисеенко, юмористом из Кривого Зека? Юмор делает нашу жизнь намного счастливее. Полюбившихся юмористов цитю, на их выступления с удовольствием ходят семьями. Творческий талант артиста разговорного жанра Владимира Моисеенко по заслугам оценил и зрителям, честь мих неизменно сопровождает его выступления и критикам. Владимир родился в семье военного летчика под Ленинградом. Вскоре семья приехала в Киев. Отчутившись в средней школе, Моисеенко поступил в эстрадную церковые училища в Киеве, воплощая свои горячие желания стать юмористом. Именно на экзаменах он познакомился со своим тезкой и будущим напарником по выступлению, Владимиром Панельцом. Молодые люди стружились. Их творческий дуэт по окончании училища был распределен в Укрконцерт. Спустя два года оба стали лауреатами престижного всесоюзного конкурса в разговорном жанре. Их знаменитая сценка «Кролики» прогремела по всему Советскому Союзу и стала началом восхождения в качестве звезд эстрады. Владимир работает с полной отдачей, не жалея себя. На сцене выкладывается от и до. И как раз за эту черту его торценят зрители, потому что изображать сценку до реального обморока не каждому дано. Творческий дуэт с успехом снимался во многих передачах с Евгением Петросяном и Региной Дубовицкой. К сожалению, сейчас желание артиста выступать в России встречает весьма негативную реакцию со стороны народа и властей Украины. Его даже пытались лишить звания народного артиста. Около девяти лет назад Владимир впервые снялся в фильме. На его счету в 2019 году. Четыре музыкальных фильма и развлеченные роли «Змеи горы» начнут фильмы. Артист обожает спорт, является кандидатом в мастера по баскетболу, любит лыжи и дайвинг. Личная жизнь знаменитости ревностно охраняема тайно. Артист не любит распространяться на эту тему и тщательно оберегает своих близких от взоров прессы и поклонников. Известно лишь, что супругу зовут Екатерина и упали двое детей – старшая девочка Елизавета и сын Илья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok